Дорогие друзья, сейчас будет самая наколеночная запись, которая только была даже на нашем наколеночном канале. Но мы хотим разобрать это как можно скорее, потому что сегодня был муниципальный этап, на нем дали задачу фантастической красоты. И если не мы, то кто? Я имею в виду, если не мы разберем первые, то кто разберет первые? Если бы это были не мы. Поэтому разбираем наколенки. Сегодня у нас нет никаких других возможностей, кроме как вот так ее разобрать. А задача такая. Да, кто не знает, это Миша Саватеев. Вот. Ну, собственно, я думаю, уже все знают. Миша решил вроде все задачи на муниципальном этапе. Вот самое сложное и красивое это вот это. Задача. Найти максимальное N, для которого сумма четвертых степеней произвольных N простых чисел больше 10. Возможно, совпадающих. Возможно, даже совпадающих. Делится на N. Итак, значит... Ставьте на паузу, чтобы вообще понять, что здесь сказано. То есть, как это? Можете даже поставить на паузу, назад отогнать, еще раз, 10 раз прослушать, чтобы понять вообще, что просят. Ну, а мы начинаем разбирать. Миша. Значит, ну, во-первых, там очень ответ неожиданный. Ну, окей. Да, я думал, что типа N равно 2 или что-нибудь в этом духе. Да, сумма двух четвертых степеней простых чисел, конечно, делится на 2, да. Неожиданный. Ну, ладно. Больше 10 простых. Хорошо. Значит, заметим. Давайте посмотрим... Проективное преобразование сейчас надо... Господи. Вот так, да? Давайте возьмем, значит, все числа совпадающие, одинаковые. То есть, P в степени N плюс P в степени N... Да, это разрешено, да. ...плюс P в степени N и всего N штук. Ну, и заметим, что эта штука делится на N. Естественно, да. Вот. P в степени 4, конечно, ну, неважно. Да, ой, извините. Да, ага, так. P в степени 4 плюс P в степени 4 плюс P в степени 4. Да. И предположим, что у нас есть какое-то другое простое число Q, такое, что Q несопоставимо по модулю N с P в четвертый. Несравнимо. Несравнимо. Q в четвертый несравнимо с P в четвертый по модулю N. Так. Хорошо. Тогда мы можем взять и заменить одно из этих слагаемых на Q в четвертый. Ну, и кердык. Это не будет делиться на N. Кердык, да. Это проблема. Значит, чтобы это делилось, нужно, чтобы все простые числа в четвертой степени давали одинаковый остаток по модулю N. Да, и вот это, конечно, фантастическое. Хорошо. Ну, докажем, что это так. Если это так, то мы можем просто каждый из них заменить на P в четвертый. У него такой же остаток. Ну, и будет N на P в четвертый, что, очевидно, делится. Ну, да. Ну, то есть, на самом деле, мы просто доказали, что задача, это должно быть сформулировано так. Найти максимальное N, при котором все простые числа в четвертой степени из тех, кто больше десяти, дают остаток одинаковый по модулю N. Ну, хорошо. Что значит, что P в четвертый сопостоима с Q в четвертый по модулю N? Сравнимо. Да. Какая разница? Это значит, что P в четвертый минус Q в четвертый делятся на N. Да. А теперь, заметим, что это можно разложить на множители, да. То есть, вот это можно представить как квадраты, то есть, это P в квадрате минус Q в квадрате, на P в квадрате плюс Q в квадрате. Ну, и вот это снова раскладывается, то есть, у нас получается P минус Q на P плюс Q на P в квадрате плюс Q в квадрате. И это должно делиться на N. Да. Эй, куда гаснет? Все, экран начал гаснуть. Ну, хорошо. Давайте просто подставим какие-то простые числа, чтобы понять, какие ограничения на N. Значит, я подставлял 11 и 13 и 11 и 17. Ну, две пары, да? Ну, если мы подставляем 11 и 12, то получается 2 на 24 на 290 я сейчас... ну, короче, я уже вычислил. Да, это очень клево, 290 хорошее число. Тут получается 6 на 28 на 410. И оба эти числа должны делиться на N. Да. А теперь замечаем, что пусть N делится, например, на 41, которое вот здесь есть. Тогда вот это число тоже должно делиться на 41. Что противоречит основной теории арифметики! Потому что тут нету 41. Значит, оно не делится на 41, не делится также на 29 и на 7, которые у нас вот здесь есть. О-о-о, да-да-да-да-да-да. Ну, и также заметим, что если мы разложим на простые множители, вот здесь у нас будет 2 в пятой степени, а тут 2 в четвертой степени. Поэтому у нас должно быть еще 2 в четвертой степени. Ну, и отсюда мы можем получить, что 2 в четвертой на 3 на 5 делится на N. Ну, то есть на N должно делиться наименьшее... О, наибольший общий делитель этих двух чисел, а он равен 2 в четвертой на 3 на 5. То есть 240, на самом деле. И это число 240. Хорошо. То есть N меньше либо равно, чем 240. Да, вот это уже неплохо, да, что никакие большие числа не предлагать. А теперь давайте проверим, что будет, если N равно 240. Сейчас Миша докажет фантастическую вещь. Внимание! Любое простое число больше 10 при возведении в четвертую степень дает один и тот же остаток от деления 240! Вы могли это себе представить! Это невероятно. Вот. Спрашивает моя мама, можно ли так не орать. Нет, нельзя, потому что это невероятный факт! Ну, хорошо. Любое простое... Нет, я просто, я шизею от этого факта. Четвертая степень любого простого большего десятки дает один и тот же остаток. Ну, значит, мы вспоминаем, что у нас есть вот такая штука. Да. Вот. И мы отсюда должны вынуть, что N делится на 2 в пятый на 3 и на 5. Ну, да. Ну, хорошо. Значит, заметим, что P и Q, они нечетные. Значит, P минус Q делится на 2. Ну. И P плюс Q тоже делится на 2. Ну, естественно, да. Ну, и P квадрат плюс Q квадрат тоже делится на 2. Ну, конечно, да. А также можно заметить, что P и Q по модулю 4 дают остатки либо 1, либо 3. Ну, естественно, да. И если они дают одинаковый остаток, то P минус Q делится на 4. А если разный, то P плюс Q делится на 4. Да, 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 да. Совершенно верно. Значит, это делится на 2 в четвертый в произведении. Да, уже делится. Это хорошо. Дальше. Почему это делится на 3? P и Q по модулю N дают остатки 1 или 2. А, не, ну, понятно. Ну, да. И опять, если одинаковый, то P минус Q. Ну, да. А если разный, то P плюс Q делится. Значит, это делится еще и на вот такое что. Нам осталось доказать, что это делится на 5. Давайте докажем. что одно из чисел делится на 10. Тогда мы докажем, что делится на 5, и все. Вот, так мы это делаем. Ну, мы рассмотрим остатки по модулю 10 у чисел простых. Это 1, 3, 7 или 9, потому что у нас есть числа больше 10. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, последняя цифра всех чисел простых должна быть. И пусть это пара 1, 9 или 3, 7, тогда P плюс Q делится на 10. Да, естественно. Хорошо, а если это одинаковые числа, то просто P минус Q делится на 10. Ну, это очевидно. А если это пары 1, 3, 1, 7, 3, 9 или 3, 7, тогда мы возводим в квадрат, и получаем, что вот тут последняя цифра 9, а тут последняя цифра 1. Их сумма тоже делится на 10. Зашибись. Ну и все, оно делится на 5, значит, оно делится на 2 в четвертый, на 3 на 5, то есть делится на 240. Значит, разность четвертых степеней любых простых чисел делится на 240. И значит, они все дают один и тот же остаток. Гениально! И какой же это остаток? Осталось понять, да? Ну, я не вычислял, но это абсолютно неважно. Да, но 121, например, посмотрите, просто и получится. 121 в... это, значит, 240 пополам плюс 1, да, в четвертой степени. Ну, то есть в квадрате. Да, значит, сейчас 140... так, 120... Ну, неважно, пусть они сами вычислят. Ну, да, пусть, да. Друзья, вам задание на дом вычислить остаток отделения 121 в четвертой степени на 240. Это и будет тот самый остаток, который будет у всех. Ну, если вы не поняли решение, то, я думаю, основные пункты вы поняли, а дальше вы сами можете доделать все. Да. Вот так. Вот такая суперзадача. Мы ее смогли снять... Мы ее смогли снять только на вот этот прибор, потому что под рукой просто больше ничего нет. Но лучше так, чем никак, чем не быть первыми. Вот. Вот так. Отлично. Да. Так что всем пока. Качественный контент. Да. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа